Всем привет! Сегодняшнее наше видео посвящено как выбрать кабель для вашей домашней установки, не важно спутникового телевидения, компьютерных сетей оно посвящено общим физическим свойствам кабеля и то, как иногда люди думают, что современные производители кабеля обманывают людей как просто выбрать кабель для своего телевизора спутниковый, либо аналоговый либо любой, либо для сетей вещания телевидения домашнего, либо компьютерный кабель обычной пятой категории, либо RG6 для телевидения. В чем смысл? Современный кабель изготавливается вот у меня есть схема Современный кабель изготавливается как? Эта схема нарисована именно центральной живы, то есть вот этого проводника центрального, который является центральным главным проводником сигнала полезного, либо в компьютерных сетях вот этого кабеля, который ну тут их 8 штук, любой из них он изготавливается как? Раньше изготавливался и цельный была цельная медь, весь проводник был медный сейчас изготавливается как? Внутри сплав алюминия или живела и по краю идет напыление меди Некоторые люди думают, что производитель пытается их обмануть за счет этого это неверно В Википедии есть интересная статья потом дам потом ссылку на нее называется она Skin Effect Skin Effect это распространение тока в зависимости от частоты в глубину сечения проводника то есть русским языком или английским языком это означает, что в зависимости от того на какой частоте работает ваше оборудование то есть чем больше частота а именно эфирное телевидение да любое телевидение и компьютерные сети работают на большой частоте там ток не постоянный, там переменный ток чем больше частота тока проходящего по кабелю тем сильнее ток проходит в середину проводника то есть если у нас ток постоянный у нас идет по всему кабелю по всему полностью и в середине тоже если частота большая ток идет только по самой границе по вот этому вот кусочку где у нас как раз идет обмененный кабель Как производители и делают. Отсюда логический вывод. Если у нас токи в сетях и в кабельном телевидении небольшие, если у нас при телевидении используется всего лишь сам ободок кабеля, ободок жилы, нам нет смысла использовать цельномедный кабель. Производители на этом экономят. Центральную жилу делают из железа, либо из алюминия, либо из ее сплавов, которая просто-напросто увеличивает прочность кабеля. На изгиб, на растяжимость, на всякие разные механические повреждения. А центральная медная жила, учитывая что только по контуру, полностью сохраняет свои физические свойства и все так же хорошо передает сигнал, как и цельно летая из меди. Вот. Поэтому есть еще одно дополнение небольшое. Допустим, в спутниковом телевидении по кабелю, по кабелю, также передается питание устройства дайсика свеча и или головок. И в таком случае питание этих устройств, которые находятся на конце именно антенны, и так же аналоговое телевидение, если там стоит усилитель, оно идет как раз с постоянным током. И оно идет полностью по всему проводнику. Но, учитывая, что этот ток, то есть конечная мощность потребляющих устройств настолько мала, что сопротивлением кабеля можно, она просто нивелируется. Просто кабеля настолько маленькое сопротивление, неважно с чего он сделан, что конечная мощность устройств просто ничтожно мала. И так же самое в компьютерных сетях. У типикат пятой категории кабеля, вот у типикат пяте, у него есть технология ПОИ, Power Over Ethernet, когда по жилам, по которым передаются данные, передается также и питание конечных устройств. Допустим, Wi-Fi антенны, Wi-Fi адаптеры, всякие разные, там много всяких устройств, которые можно запитать. Они также берут питание, если у них нет рядом розетки, они берут питание по витой паре. Вот, в таком случае, в таком случае, также, там обычно используется 48 либо 24 вольта, в зависимости от производителя и в зависимости от стандарта. Тоже, сопротивление кабеля на такой длине, там обычно, ну 50 метров редко когда превышает, если меньше, больше стоит ставить повторитель. Тогда просто длины кабеля нивелируются мощностью самого устройства. Поэтому кабель, который выпускают современные производители, можно использовать, нужно использовать. И выбирать его по качеству стоит только визуально, либо по советам друзей и знакомых. Если вы видите, что кабель не цельномедный, и либо же он внутри сделанный из железа, либо сплава алюминия с железом, и просто обмененный, работать он будет одинаково, так же само, как цельномедный. Это были все мои соображения на этот счет. Всем спасибо за просмотр, оставляйте свои комментарии.